всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисель и ну мы не просто так рассматривали огнеметы крупнокалиберные различные патроны как их делать в общем настало время давайте посмотрим на танк что он умеет чего он делает ну и так далее друзья ну что же с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а сми контент поехали давайте для начала что нам нужно для создания заходим смотрим и получаем 50 стальная балка 15 железная шестерня 10 улучшена электросхема 32 твердотопленный двигатель и при всем при этом кстати вот практически все те же самые материалы плане перечня как автомобиля но просто добавляется улучшена электросхема и танк можно сделать естественно блин в кармане это меня не перестает удивлять визуально конечно он больше чем машина давайте посмотрим что у него внутри смотрите тут у нас есть танковое орудие дальной обойностью 25 единиц у него естественно ставится крупнокалиберные снаряды различного типа они бывают обычные и разрывные все это дело естественно посмотрим конечно же бортовой пулемет как наш автомат но имеет большую дальность и скорострельность как видите тут 10 плюс 15 тут 15 плюс 22 с половиной неплохо относительно ну и конечно же танковый огнемет который имеет минимальную дальность 9 дальнобойность дальнобойность 9 минимальная дальность 3 и скорострельность 60 сюда естественно топливо для огнемета давайте посмотрим как он стреляет и все такое прочее давайте запихивать в него все что только можно в плане топлива конечно же ребят не забывайте то что древесина твердая ядерная ракетная уголь у них разные значения в плане того то что как они работают сейчас покажу смотрите допустим вот древесина теплотворность 2 мега джоуля у угля 4 то есть хватит в два раза дольше у твердого топлива она одинаково получается что и из мазута дизеля или попутно нитяного газа уже 12 что в три раза больше чем у угля и идет бонус к ускорению и максимальной скорости далее у ракетного нас уже идет естественным со . ребята со . и при этом ускорение 180 максимальная скорость транспорта 115 а вот тут вот ребята 12 гига джоуля при этом ускорение 250 максимальная скорость на понятно максимальная скорость такая же в общем не будем париться по этому поводу просто заправим углем steam панк некий заходим смотрите у нас есть пушечки давайте вот так вот зарядим давайте вот так вот зарядим и вот так вот зарядим и садимся на интер далее до работу выбери что-то там вынесу себя мощная фигня давайте посмотрим как у нас работает разрывная ухты а какой радиус у нее кстати размер области действия 4 клетки то есть ты кайф 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 еще раз кайф и еще такой момент друзья у вас может быть такое что танк не захочет стрелять у вас для этого нажимаете клавишу tab то есть вот сейчас мы поставили пулеметы давайте смотреть не хочет ни цени пробел никак давайте подъедем куда-нибудь вот ты ой хорошо ой ой красоты ой хорошо хорошо пошло давайте посмотрим огнемет ухты да неплохо 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 только дальность маловато конечно у обычного нашего танка ой танка обычного огнемета это дело получше ладно еще такой момент вы можете его чинить прямо находясь внутри сейчас я дело вам покажу сейчас метам патроны в кармане сделаются и продемонстрирую давайте покошмарим кусака но я оставлю на непосредственно то то что вот эти вот патрончики лучше всего все покажут этих тих 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 не подлетайте ко мне так где пистолетные и огнемет огнемет вот погнали ну как видите да но а чё так тяжело к чу ехать ты не могу держись ужас о спали как новый кусок а где мои ремонтные наборы ничего все использовались что ли ну-ка давай под накинем ну вот ремонтируются и хорошо господи как много-то было просто даже не ожидал я опешил пошли базовых ковырнем ну да вот это конечно лучше всего будет разрывная которая ну блин все же лучше конечно в бронированном костюме балин с щитами бегать как по мне так кончились не ну тяжко тяжко на таком уровне вытяжка кстати земля не поджигается как это вот было с обычным огнеметом на предыдущий видос по этому поводу там можно поджечь землю и когда противники будут проходить сквозь правда подожженную часть будет урон и они не горят кстати нет постоянного урона как у обычного неприятно какой жирненький о их давай 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 но пешком с лазерами мне кажется я больше дел могу натворить нежели вот это вот странно странно давайте-ка посмотрим как у нас будут бронебойные работать где они тут у нас находятся но крупнокалиберные имею ввиду недолет но это по одному если вы носить только либо здание с одного выстрела и локоть ну такое жалко все пушки сразу не могут стрелять и да есть автоматический режим стрима сейчас покажу нажимаете клавишу си и он сам стреляет по идее или нет не пойму нет иначе показалось ну танку сейчас хана это сто процентов до танк хана мне тоже все ясно понятно повторюсь все же я бы наверное лучше использовал непосредственно костюмчик него бы напихал бы оружие лазерные турели щиты и вот это всякое было бы мне кажется поприятнее но техника у нас вроде доступна раньше если я не ошибаюсь друзья так что в принципе рекомендую для зачистки на начальных этапах строительства а у меня на этом все друзья всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахать и колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно факторию честно не знаю видосов на 70 может уже и больше там есть там на различные темы самых так сказать подростковых соплей до конца своих дней в том плане то что ну самого начала ну и до самого грубо говоря конца до запуска ракеты скоро дойдем уже в плане гайдиков также будут ссылочки на другие плейлисты по другим играм с этого канала такие как и light dangerous основная игра данного канала на этот момент далее там и киберпанк с прохождением и поиском различных пушечек сетов и сборок вольхей джиншин импект прохождение различных хорроров включая новый резидент я вылучну и так далее друзья также будут ссылочки социальные сети такие как инстаграм группа vk дискорд сервер и телеграм канал где публикуются информация выглядящих видео непосредственно в день их релиза друзья а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока вечно забываю вспоминаю в последний момент ребята пожалуйста пишите какие игры хотите видеть на этом канале какие гайды обзоры по тем играм которые уже имеются спасибо